Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Перекрёсток семи дорог. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как приводят в порядок территорию будущего транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». В Самарской думе обсудили изменения, которые необходимо внести в городской бюджет. Какие планируют расходы и доходы? После череды снегопадов дорожные службы продолжают аварийно-ямочный ремонт. Особое внимание уделяют участкам, о которых сообщили сами жители в соцсетях. Подвели итоги за год и отметили самых активных участников Самарского отделения. Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 35 лет. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в пленарном заседании 25-го Всемирного Русского Народного Собора в Москве. Оно посвящено 30-летию образования организации. Созданный в России в 1993 году под эгидой РПЦ, собор взял на себя задачу объединения русского мира, сохранения культуры страны. Его возглавляет патриарх московский всея России Кирилл. Центральная тема форума – настоящее и будущее русского мира. Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании в формате видеоконференции. В Самарской области в этом году более 230 учащихся профильных СУЗов и ВУЗов прошли производственную практику в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 29 организаций агропромышленного комплекса стали участниками данной меры господдержки и возместили 90% затрат. Всего с 2020 года производственную практику по программе прошло 759 будущих агрономов, трактористов, зоотехников и ветеринаров. Также в Самарской области созданный и успешно функционирует комплекс мер поддержки молодых специалистов в сфере сельского хозяйства, включающий в себя несколько этапов – от профориентационной работы до трудоустройства и обеспечения жильем. Это и проекты «Агро-юниоры», «Агроклассы 2.0». Здесь начинается профессия, и целевое обучение, и ежемесячные, и единовременные выплаты молодым специалистам среднего и высшего звена. Все это реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова, который подчеркнул, что сегодня регион фиксирует успехи в самых разных сферах, в том числе и в системе образования Самарской области. На территории региона меры поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного сектора постоянно совершенствуются. Так, в рамках регионального закона о поддержке кадрового потенциала АПК был расширен и список получателей государственных мер поддержки и возраст получателей единовременных и ежемесячных выплат. В Самаре продолжается благоустройство территории будущего транспортно-пересадочного узла «Пятилетка», который откроется рядом с Кировским рынком. Какие работы предстоит сделать с подрядчиками и специалистами профильных департаментов, на месте обсудила глава Самары Елена Лапушкина. Узел позволит жителям других городов, приезжающим со стороны Кировского моста, сразу пересаживаться на необходимый транспорт, чтобы добраться почти до любой точки Самары. Подробнее в нашем сюжете. Трамваи, троллейбусы, автобусы, станция метро и пригородные электрички. В Самаре мало мест, где в шаговой доступности пересекаются все эти виды транспорта. Одно из таких – транспортно-пересадочный узел «Пятилетка» в районе Кировского рынка. Здесь будут расположены станции для междугородних автобусов «Кировская». Разворотные площадки и места для стоянки пассажирского транспорта уже подготовлены. Часть работ по благоустройству проведут в следующем году, и тогда узел заработает в полную силу. Как идут подготовительные работы, проверила глава Самары Лена Лапушкина. Это крайне важно, потому что здесь сосредоточение всех видов транспорта. Трамвай, автобусы, троллейбусы, здесь метро, здесь электричка. Поэтому, конечно, людям, которые едут из других городов, из других населенных пунктов, здесь было бы удобнее пересаживаться на городской транспорт. Сама территория тоже претерпевает изменения. Старые помещения рынка сносят, убирают незаконные ларьки. Предприниматели переводят в новые ряды. Они выполнены в одной дизайн-концепции, чтобы торговая площадь выглядела аккуратно и ухоженно. Администрация рынка отмечает, что полный переход на новые места будет осуществлен к середине лета следующего года. Надеемся, в ближайшее время и физически, практически работы уже закончены, и юридически все вопросы будут закрыты. Поэтому, со своей стороны, мы выполняем все, что можем. Департамент и администрация города Самара и лично Елена Владимировна постоянно держат вопрос на контроле, за что ей большое спасибо. Во время осмотра территории глава Самары уделила внимание торговым рядам через дорогу. Они находятся в непосредственной близости от территории, принадлежащей депо Самарского метрополитена. С владельцами торговых точек проведут разъяснительную работу и предложат переехать на законные места на новом рынке. А сама территория с остановками станет более удобной для пассажиров. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина сегодня посмотрела и ремонтные работы в здании бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской. Здесь рабочие укрепили действующие конструкции и помещения и приступили к возведению дополнительных построек. По бокам будут размещаться различные административные кабинеты. Задняя стена здания была полностью демонтирована, чтобы расширить зрительный зал и установить поворотную сцену. Здесь можно будет использовать современное техническое оборудование для театральных постановок. Их смогут увидеть до 216 зрителей. Также в здании будет и малый зал на 86 мест. Как только строители установят все перекрытия и соединят все части здания, то приступят к монтажу внутренних коммуникаций и чистовой отделке помещений. Напомним, в сооружении разместится Самарский молодежный драматический театр-мастерская. Сейчас у него нет своей площадки. Спектакли проходят в Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина. Реконструкция здания бывшего кинотеатра началась этим летом. Все работы планируется завершить до декабря 2024 года. Здесь все укрепления уже выполнены. То есть сохранено старое здание, выполнены все укрепительные работы. И дальше просто пристраиваются абсолютно новые конструкции, конечно, со связкой с стоящим ранее зданием. То есть безопасность строительной конструкции в полной мере обеспечена. Оформлено все в едином стиле с сохранением каких-то элементов декоративных на фасаде старого здания. В Самарской городской думе обсудили изменения, которые необходимо внести в городской бюджет. На заседании профильного комитета парламентарии заслушали доклады и прогнозы специалистов, обсудили наиболее острые вопросы и выдвинули собственные предложения по корректировке главного финансового документа Самары. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Основные изменения бюджета Самары на период с 2023 по 2025 годы будут носить социальный характер. Об этом стало известно по итогам заседания Комитета по бюджету, налогам и экономике в городской думе. Особое внимание уделили вопросам ремонта дорог и инженерных коммуникаций, образовательных учреждений, поддержки семей, члены которых находятся в зоне проведения СВО. Снижение налогов, отмена налогов, собственно говоря, на земельного налога, это наша прерогатива, и налога на недвижие имущества. Председатель Домского комитета по бюджету, экономике и налогам Юрий Левин рассказал, за счет чего в городскую казну удалось привлечь дополнительные средства в этом году. Увеличились налоговые поступления, увеличились за счет, в том числе, роста заработной платы. Согласно прогнозам специалистов, доходы бюджета в 2023 году составят 42 миллиарда 664 миллиона рублей, расходы 45 миллиардов 333 миллиона рублей, а дефицит 2 миллиарда 669 миллионов рублей. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. После череды мощных снегопадов специалисты дорожного хозяйства продолжают аварийный ямочный ремонт. В период сложных метеоусловий этот процесс приостановили, а сейчас в подходящих условиях возобновили работы по устранению дефектов. В центре внимания специалистов и те участки, по которым жители оставляли обращения в социальных сетях и мессенджерах. Один из таких маршрутов – улица Осетинская в Волгаре. Все вопросы аккумулировали муниципальный центр управления и центр управления регионов Самарской области. Подробности узнал Михаил Гермоленко. Улица Осетинская – центральная в микрорайоне Волгарь. Однако после погодных качелей, когда то оттепель, то заморские, состояние дороги на отдельных локациях оставляло желать лучшего. Это один из участков, о котором жители города чаще всего говорили в соцсетях. Ранее на Осетинской должны были обновить дорожное полотно, однако погода, снегопады повлияли на планы. Чтобы поддерживающий ремонт прошел качественно, необходимо было дождаться, пока циклон отступит, а службы благоустройства вывезут снег с проезжей части. Наконец, сложились благоприятные условия, дорожники продолжили привозить Осетинскую в порядок. Жители сразу же заметили изменения. Мы приезжаем сюда каждый день нянчим с внуками. Одного в первый класс, второго во второй класс. Водим, забираем. У нас две дочери здесь живут. Они водят машины сами и мужья, и поэтому, конечно, эти ямы, они создают неудобства. Конечно, хотелось бы желать лучшего, чтобы не было этих ям. Но молодцы, справляются, делают. Мы этому рады. Аварийный ямочный – это вид ремонта, во время которого специалистам на месте дорожного дефекта нужно сделать всего одну небольшую карту. Простыми словами, придать яме правильную геометрическую форму, чтобы уложить литую смесь. Перед этим, если есть необходимость, локации на проезжей части освобождают от талой воды или корки льда. Остальное – дело высоких температур самой смеси, которую можно использовать даже в сырую погоду. Температура литой смеси где-то порядка 250-220 градусов. Поэтому по технологии, ну, как положено, так кладем. А сами видите, мы убираем и воду, и снег. Так что только на сухой грунт. Остатки влаги выпариваются, и литая смесь ложится нормально, будет держаться. Муниципальный центр управления Самары совместно с Центром управления регионом круглосуточно мониторит ситуацию и комментарии горожан, которые они оставляют в социальных сетях. За прошедшие две недели жители обратили внимание на состояние дорог на конкретных улицах. В обращениях самарцы отмечали проспект Карла Маркса, улица Нововокзальную, Блюхера, Осетинскую, Советской армии и ряд других. После поручения главы города Елены Лапушкиной при благоприятных погодных условиях специалисты оперативно возобновили аварийный ямочный ремонт. К моменту начала работы, когда подготовили объекты к заливке с альтобетоном, пошел интенсивный снегопад. В данных условиях работать было невозможно. В настоящий момент погода позволяет. То есть к ранее подготовленным картам, ямам, дефектам приступили к заливке литым. То есть эта работа производится как днем, так и ночью, круглосуточно. Помимо аварийно-ямочного ремонта, специалисты продолжают устранять последствия циклона, который накрыл Самару с 20 ноября. Актуальные задачи обсудили во время еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. По прогнозам синоптиков, осадки вернутся уже во второй половине текущей недели. До этого момента профильным службам поручили максимально обеспечить расчистку дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановкам, а также вывести с уличной дорожной сети скопившийся снег. Плюс к этому, учитывая, что в ночные часы возможен переход через ноль, это превентивная обработка отдельных участков тротуаров, особенно лестничных спусков и спусков подъемов, противогололедными материалами для того, чтобы в ночные часы при этой температуре не образовывалась корка льда и не возникала зимняя скользкость. Всего с момента начала интенсивных снегопадов на площадке временного складирования доставили почти 17,5 тысяч тонн снега. Проезжая часть дорог расчищена и обработана, общественный транспорт следует по маршрутам беспрепятственно. На дорогах в частном секторе прочищен основной ход. Продолжают и откачку талой воды из низинных мест города. Днем 28 ноября в уборке всех городских территорий, включая дороги, тротуары, общественные пространства, внутриквартальные территории, приняли участие больше 3000 дворников и 238 единиц техники. Обратите особое внимание по посыпке антигалолюдными средствами вблизи непосредственно МКД, социальной сферы. Главы районов по-прежнему координируют все работы. На совещании также обратили внимание профильных предприятий, организаций и подрядчиков на необходимость рационально распределять ресурсы, чтобы техника и персонал выходили на максимум объектов в районах. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События. В России в следующем году вырастут военные пенсии, выплаты к страховой пенсии и минимальный размер оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда составит 19242 рубля. Пенсии военнослужащим увеличат на 4,5%. Новые нормы коснутся также и лиц, приравненных к военнослужащим. Граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, а также органах принудительного исполнения. Также с нового года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет с 7915 рублей до 8134 рублей. В России увеличили сумму долга, которую можно списать с помощью бесплатной процедуры внесудебного банкротства. Сама эта процедура в стране существует уже три года. За это время ею воспользовались 16,5 тысяч человек. С этого месяца процесс признания себя банкротом упростили. Какие появились нововведения, с экспертами обсудила Светлана Кудрявцева. В России увеличили сумму долга, которую можно списать с помощью бесплатной процедуры внесудебного банкротства. Если раньше можно было списать долг один раз в 10 лет на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, то теперь границы суммы увеличили от 25 тысяч рублей до 1 миллиона. Объявить себя банкротом и списать долги могут пенсионеры, а также те, кто получает пособие на ребенка. На эту процедуру имеют право и те, у кого взыскание длится более 7 лет, рассказывают эксперты. И теперь для тех граждан, у которых единственным источником дохода являются какие-то социальные выплаты, например, это пенсионеры или инвалиды, которые получают пособие по инвалидности и так далее, для таких граждан теперь не нужно ждать окончания исполнительного производства, а нужно подождать год с момента начала такого исполнительного производства. Дело в том, что в отношении пенсионеров такое исполнительное производство никогда и не прекратится, потому что хоть по 1000 рублей, хоть по 500, но оно будет списываться до бесконечности. Для всех остальных граждан вот этот срок составляет не один год, как для пенсионеров, получателей соцвыплат, а 7 лет. С момента начала исполнительного производства должно пройти 7 лет, и только после этого гражданин может осуществить так называемую внесудебную процедуру банкротства. Еще одно изменение. Если раньше признавать себя банкротом можно было повторно, спустя 10 лет после первого банкротства, то теперь срок сократили вдвое, и второй раз стать банкротом можно уже через 5 лет. Но эксперты не советуют злоупотреблять такими процедурами. Я думаю, что здесь надо уже делать выводы после первого раза, да, и за своей финансовой дисциплиной исполнением обязательств следить, чтобы больше не попадать в процедуру банкротства, поскольку она имеет и ряд еще ограничений, не только по вторичному обращению за этой процедурой, за возможности реализации, но в том числе и о том, что там твоя кредитная история, да, в целом восприятие кредиторами тебя как платежеспособного лица, ограничение по занятию, например, руководящей должности в организации, либо ТИП, если ты был индивидуальным предпринимателем. То есть это не самая приятная и удобная процедура для жизни любого человека, поэтому, наверное, скорее, знаете, опыт, который нужно понять, пережить, но вот дальше уже больше не попадать в такие ситуации. Напомним, что внесудебное банкротство появилось в России три года назад. За это время все долги списали 16,5 тысяч человек на общую сумму в 5,7 млрд рублей. Средний списанный долг – около 350 тысяч рублей. Об этом ранее заявили в Федеральном Минэкономразвитии. Для долгов свыше миллиона рублей действует судебная процедура банкротства. Через суд банкротами за последние 8 лет стали свыше миллиона россиян. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах. Рождаемость третьих детей в России за 6 лет выросла на 12%. Об этом рассказали в Департаменте демографической семейной политики Минтруда. Тем не менее, для достижения демографических целей рост должен быть более существенным. Сейчас снизилось число женщин репродуктивного возраста. Это связано с последствиями Великой Отечественной войны и распадом Советского Союза. В репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы. Представитель Минтруда отметил, что в прошлом году родились 1,306,000 детей, а за 9 месяцев этого года – 953,000. В Самарской области сотрудники госавтоинспекции спасли местную жительницу, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. В кратчайшие сроки женщину на патрульном автомобиле в прединфарктном состоянии доставили в лечебное учреждение, сообщает Главное управление МВД России по Самарской области. Произошло все в Ставропольском районе. К сотрудникам на посту в районе Зеленовки обратился за помощью мужчина. Его 77-летней родственнице стало плохо. Инспекторы доставили пенсионерку в ближайшую больницу. Здоровью женщины сейчас ничего не угрожает. Жители региона передали слова благодарности сотрудникам ГИБДД, которые не остались равнодушны и помогли спасти человека. Самарская область является одним из лидеров в стране по реализации нацпроекта «Культура», который в регионе реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова, председателя комиссии Государственного совета России по направлению культура. В регионе 24 детские школы искусств оснастили музыкальными инструментами, специальным оборудованием и учебными материалами. В Самарской области год от года становится больше модельных библиотек, к концу этого года их будет 32. В этом году 13 муниципальных музеев Самарской области приобрели современное оборудование для хранения и организации экспозиционно-выставочной деятельности. Мандарины в России подешевели перед Новым годом благодаря увеличению объемов импорта. Фрукты поставили в страну 9 государств – Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР. Всего ввезено 550 тысяч тонн, что на 10% больше, чем годом ранее. Сегодня самые дорогие мандарины, привезенные из ЮАР, стоят 450 рублей. Стоимость других видов начинается от 50 рублей. Эксперты отмечают, что на цены влияют два основных фактора – урожай и логистика. В Театре Самарская площадь прошло торжество, посвященное 35-летию Всероссийского общества инвалидов. Представители Самарского городского отделения подвели итоги работы за год и отметили самых активных общественников организации. Подарки и благодарственные письма вручили представители областного правительства, а также городской администрации. Подробнее в нашем сюжете. Детские утренники, спортивные соревнования, театральные фестивали и все самые популярные праздники страны. У Самарского отделения Всероссийского общества инвалидов колоссальный опыт в подготовке и проведении самых различных мероприятий. Итоги работы за год подвели на торжестве, посвященном 35-летию общества. И это стало отличным поводом для самарских общественников выйти в свет, пообщаться с коллегами и зарядиться хорошим настроением. Люди пришли, в свет вышли, оделись, накрасились. Мы посмотрели, как они встречались, потому что повод встретиться. Это очень важно. Ну, а дальше будем жить дальше. Поздравить самарский филиал Всероссийского общества инвалидов собрались их лучшие друзья. Это и организации, которые выступают в качестве спонсоров различных мероприятий, и депутаты, и представители разных творческих коллективов. И, конечно, специалисты регионального министерства социальной политики и городской департамент опеки и попечительства. Все они вручили подарки и благодарственные письма лучшим общественникам. И поздравили с юбилеем общества, а также с наступающим Днем Инвалида. С вами очень радостно и тепло работать. И хочется поблагодарить вас за то, что ваши души и сердца всегда открыты. Ведь это так важно, когда есть человек, которому ты нужен. В завершении торжества всех гостей ждал сладкий подарок, а также и жизнеутверждающая постановка по мотивам произведения Горина и Арканова от театра «Так просто». А сами общественники продолжают подготовку к предстоящему форуму, который состоится на территории города с приглашением гостей со всего федерального округа. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. В этот вторник для православных верующих в России начинается 40-дневный рождественский пост, который закончится 6 января. Он подготавливает верующих к празднованию Рождества Христова. Этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский. Во время него следует воздержаться от мяса, яиц, молочных продуктов. Можно есть рыбу. Питаться продуктами без термической обработки требуется только по средам и пятницам. Послабление во время рождественского поста давать можно по ряду причин. Например, если человек заболел, отправился в путешествие, тяжело трудился или исполнял воинские обязанности. Допускаются отхождения от правил для пожилых людей. Мысли человека во время поста должны быть заняты духовным. Верующим запрещаются вредные привычки, увеселение и разгульный образ жизни. 28 ноября, ровно год, как с нами нет, Василия Колдашова. Наш коллега, оператор телеканала «Самара ГИС». Ему было всего 54 года. За годы профессиональной деятельности Василий прошел все ступени мастерства операторской профессии. В горячих точках и на концертах, на соревнованиях и в зале правительства. Он везде был на своем месте и уверенно выполнял свою работу. Профессия дала ему возможность объехать всю страну. Ему довелось освещать и высокие государственные визиты, и чрезвычайные ситуации. И где бы он ни работал, всегда был собран и успешно выполнял самые разные поручения. Профессионализм нашего коллеги был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный в освещении тем широкой общественной значимости. Для многих из нас Вася, именно так мы его называли, был не просто коллегой, он был добрым другом, наставником, душой компании. Таким он и останется в наших сердцах навсегда. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Завершив сезон благоустройства дворов, в 2023 году администрации внутригородских районов Самары уже позаботились о подготовке к благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в следующем году». В этом году только по нацпроекту в областном центре удалось обновить 51 двор. Так, администрация Октябрьского района в настоящее время ведет подготовку документов для участия в электронном аукционе. Планируется, что этот процесс завершится к 1 марта 2024 года заключением контракта с выборной подрядной организацией. Уже известно, что в Октябрьском районе в 2024 году новую жизнь получат дворовые территории по нескольким адресам, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары информирует о предоставлении единовременной выплаты на ремонт жилого помещения инвалидам, имеющим первую, вторую и третью степень ограничения к передвижению, проживающим в Самаре. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Выплата предоставляется в порядке очереди в соответствии с датой подачи заявления. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Телеграм-канал Куйбышевского района показал, какую зеленую красавицу установили на детской площадке 113 Непосед на улице Липяковской. Подготовка к Новому году началась. Чуть позже МБУ Куйбышевский займется украшением, а сегодня в планах установка. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видео, хостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!